Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить щи. Для щей нам понадобится... Мы взяли мясо. Здесь у нас кусочек курицы, кусочек свинины. Также нам понадобится кислая капуста, свежая капуста, свежие помидоры, перец, чеснок, помидоры маринованные или солёные, свежие, 2 картофеля, морковь и лук. Мясо мы поставили варить на высокую температуру. Доводим его до кипения. Как оно закипит, значит мы сразу же сливаем этот первый бульон. Выливаем его полностью. Так, лук мы нарезаем. Соленей не мелко и не крупно. Как бы он обжарится, всё равно уменьшится его от мерчика. Так, кладём сюда луточку. Сюда же мы кладём морковь. Сюда мы нарезаем свежие помидорки. Не мелко. Такими кусочками, можно сказать, крупненькими. Сюда же мы нарезаем перец болгарский. У нас такие остатки. Мы перец фаршировали, как бы остались остаточки. Этого достаточно для щей, чтобы придать им вкус свежего перца. Помидоры, перец мы добавляем к луку и моркови. И ставим обжаривать. На плиту на растительное масло. Бульон наш закипел. Мы сейчас его будем сливать. Бульон с пеной мы сливаем. Выливаем наше мясо чистой водой. И ставим опять кипятить. Капусту мы шинкуем свежую. Количество капусты должно быть половину свежей, половину кислой капусты. Если вы любите щи только со свежей капустой, пожалуйста. Если вы любите щи только с кислой капустой, то пожалуйста. У нас свой рецепт. Вы можете свой там сделать. Шинкуем капусту. И равное количество мы добавляем к бульону. Также мы нарезаем картошку. Нарезаем ее такими кубиками небольшими. Бульон наш закипел. Мы добавляем в него черный перец горошком. Также добавляем свежую капусту. Варится она долго. Поэтому мы ее кладем в самую первую. Теперь мы добавляем кислую капусту. Капуста у нас квашеная. Мы ее предварительно помыли. В наши щи мы добавляем картофель. Чтобы картофель не разварился, мы щи еще не солили. Посолим их в самом конце. Если любите, чтобы картофель был разваренный, то можно щи посолить. Продолжаем дальше варить. Минут 20. Картофель наш дошел до полуготовности. И теперь мы добавляем в него немножко рассола, где-то полстакана. И штучек 5-6 соленых и маринованных помидоров. Выкладываем нашу обжарку сюда. Добавляем наш рассол и добавляем маринованные помидорки. Продолжаем варить. Вытаскиваем мясо. Делим его на порционные кусочки. Добавляем чеснок. Добавляем лавровый лист. Парочку штук. Добавляем зелень тушеная. Если свежая, значит, когда выключаем, добавляем. И 5 минут у нас еще идет, продолжается варка наших щей. Значит, картофель практически уже готов. И в самом конце вот мы добавили зелень. Мы добавляем соль. И можно добавить немного красного перца. Для остро. Такой кисловато-острый вкус. Тут мы можем супчик. 5 минут, и мы будем выключать его. Мясо мы отделили от косточек. Его спускаем в щи в наши. Свининку. Курочку здесь сборную. Выключаем. И даем нашим щам настояться. Минут 10-15. Щи наши настоялись. Сейчас мы будем накладывать. Вот такие щи. Они очень вкусные. Я их очень сильно люблю. Делаю я их только себе. Сейчас я их буду кушать со сметанкой. Они очень вкусные. Приятного Вам аппетита!